Балаклея Харьковской области была оккупирована российскими войсками более полугода тому. Все это время жители города жили в страхе. В результате контрнаступления украинской армии город был возвращен под флаг Украины. Прокуратура и полиция фиксируют зверства, которые происходили в городе на протяжении всего этого времени. Проходит эксгумация убитых мирных жителей. Российские оккупанты обустроили в местном отделении полиции тюрьму и пыточную. Подробнее смотрите в репортаже Анастасии Жук. Сейчас мы присутствуем на месте осмотра происшествия, где следователи вместе с криминалистами, с прокурорами проводят осмотр места происшествия и изымают тело погибших гражданских людей. Ужасное событие произошло предварительно 6 марта. Недалеко от этого места, где мы только что встречались на локации, на перегрёстке улиц, у рашистов был блокпост. Когда на автомобиле гражданские двое гражданских людей проезжали, рашисты их расстреляли. За что? За что? За что? Я хочу спросить у Путина, за что он расстрелял, убил моего сына. За что? Кто просил его прийти сюда с таким страшным оружием? Он разрушил, он убил. Он убил не только наших детей, он убил нас, матери. Я хожу эти дни, я не живу, я умираю на ногах. Я умираю. И я хочу обратиться ко всем матерям мира. Восстаньте против этого убийцы. Это преступник, которому прощения никогда не будет. Я прошу Бога, я прошу всё человечество, накажите его страшным, самым страшным судом, Путин. Почему никто не восстанет? До сих пор его терпят. Это здание местные жители Балаклии старались обходить стороной. Российские военные обустроились здесь, в отделении местной полиции, современную пыточную, где допрашивали и пытали местных жителей. На стене они написали «Отче наш». Отсчитывали, сколько дней их держали. Очень трудно это представить, но по этому месту проживало 8 и более человек. Гражданские люди. Комната, нет туалета. Это задержанные гражданские люди написали. Это «Отче наш» и молились о том, чтобы они остались в живых. Туалета нет, поэтому они ходили на такой имитированный туалет. Это у них такой. И два раза в течение суток их выводили, закрыв глаза в туалет, который находится на улице. До деоккупации они находились в этих камерах. Орки бросили их на произвол судьбы, и они были вынуждены выбираться самостоятельно, разбив окно. Там наверху есть окно. Здесь содержались как гражданские людники, работники МЧС, которых прямо на улице схватили. Мы знаем точно, что содержалась учительница. Содержались люди, которые просто шли по улице, которых они определили как корректировщиков огня. У нас есть свидетельство. Человек, который, находясь в этой комнате, был подвергнут пыткам, предварительно работниками ФСБ России. Он объяснил, что, сидя на стуле, на него надевали мешок в подвале, пытали. В результате, привязывая к пальцам вот такие, видите, провода с завязками. Эти завязки надевали на пальцы, подсоединив к ТЛФ. Накручивали и запускали ему ток. Некоторых пугали, проводя выстрелы над их головами. Видите эти отверстия от пуль? Один, два, три. Есть фрагменты, которые в крови здесь сидели те люди, которые допрашивали этих людей. Сейчас правоохранительные органы продолжают проводить экспертизы и разминирование деоккупированной балаклеи. Анастасия Жук, Алексей Идрисов, Андрей Домовой из Харьковской области. Для телеканала «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова